Образ ведущей создавала визажист Юлия Яничева Единый день голосования все ближе, кандидаты начинают завоевывать сердца избирателей, кто чем может. Курица с ананасами, мясные рулеты, шницели, в общем, каждый день новые блюда. Вместо привычной котлеты с гречкой школьников будут кормить, как в ресторане. На федеральной трассе М7 рядом с Нижним Ногородом произошла серьезная авария. Лоб в лоб столкнулись сразу три машины. Безлимит на поездки нижегородцам стали доступны новые проездные. Селфи с любимыми, снимки из самых необычных мест, фото, на которых запечатлены яркие и не всегда позитивные мгновения. Сегодня всемирный праздник, который сейчас уже может отметить каждый день фотографии. О главных событиях этой пятницы я и мои коллеги расскажем вам прямо сейчас в эфире службы новостей «Город». Меня зовут Мария Зеленская. Здравствуйте. Итак, предвыборный скандал. Депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков обвинил кандидата от «Справедливой России» Александра Бочкарева в подкупе избирателей. Но в ГУВД области факт задержания агитаторов от имени Бочкарева сегодня подтвердили, а в избирательной комиссии уже заявили о расследовании данного дела. До выборов депутатов осталось менее месяца, пока избиратели решают, за кого голосовать. Кандидаты проводят агитационную работу, причем некоторые из них с явным нарушением законодательства о выборах. Так депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков обвинил Александра Бочкарева от «Справедливой России» в подкупе избирателей. Об этом сообщил сам Вороненков. По его словам, в КСТОВе группа молодых людей не просто раздавала информационные плакаты с упоминанием Александра Бочкарева, но и продавала сахарный песок по цене ниже рыночной. Напомню, что сам лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Бочкарев является кандидатом в депутаты Госдумы и региональный парламент. Это подвуков, нуждой людей. Прямая коррупция. Все время, как он становится депутатом, он занимается только подкупом. Создает так называемые сетки в нижнем уровне. В «Справедливой России» заявление Вороненкова назвали кривитой. И кто такой Александр Бочкарев, о котором говорится на раздаваемых плакатах, понятия не имеет. Сам кандидат Бочкарев был немногословен. Я очень рад, я нахожусь вне страны. В полиции факт задержания агитаторов от имени Александра Бочкарева сегодня подтвердили. И пока мы ждем официального ответа от Нижегородского главка. А в избирательной комиссии уже заявили о расследовании данного дела. Если на самом деле вот именно в том виде, в каком это до нас дошло, это происходило, то это подкуп. Безусловный подкуп. То есть льготная распродажа с одновременной агитацией. Подкуп – это серьезное нарушение закона. И одно из немногих, которое чревато возможностью отмены регистрации. Это, естественно, как вы понимаете, для кандидата очень серьезный удар был бы. Сегодня отмена регистрации возможна только по суду. В суд могут обратиться конкурентные, ну, соперники. Напомню, что 18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов в Госдуму и Законодательное собрание области. А если факт подкупа подтвердят, то наказание для справедливоросов тоже будет справедливым и суровым. Ну, мы продолжаем. 20 августа в субботу по Нижнему Новгороду пройдет крестный ход, посвященный празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Серафима Сузбельского. В связи с этим движение по некоторым улицам города будет перекрыто. Об этой и других новостях расскажет Надежда Рожнова в рубрике «Короткой строкой». Надя, тебе слово. На Маше с 14.30 до 15.00 движение будет закрыто по Нижневолжской набережной в районе паромной переправы и Георгиевскому съезду. С 15.00 до 15.30 автомобилистам придется искать пути объезда Ивановского съезда, а с 15.30 до 17.00 будет перекрыта площадь Народного единства, улица Рождественская и Благовещенская площадь. Объезд будет организован по прилегающим улицам, движение общественного транспорта приостановят. Сегодня завершился очередной этап строительства метро «Стрелка». На поверхность вывели тоннели переходческий комплекс «Татьяна». Помимо строительства тоннеля, работы ведутся на площади Ленина и улице «Стрелка». Удивительную скорость продемонстрировал щит. Он один из самых современных. Если в обычные дни он шел 16, 17, 18 метров, то 6 августа сделал рекордный прыжок такой, 30 метров за один день. И опыт большой накоплен, но у нас сегодня нет сомнений, что левый туннель будет пройден в плановые сроки. Мы видим, что строители идут строго по графику. Конечно, приходится решать массу вопросов по ходу, но будем контролировать, но и помогать. «Направленную стрелку» планируется запустить в апреле 2018 года. Она станет 15-й юбилейной станцией Нижегородского метрополитена. 20 августа на Нижегородском кольце состоится пятый этап всероссийской серии соревнований по дрипту. В мероприятии примут участие самые известные гонщики не только из России, и свое мастерство покажут именитые гости из Германии, Украины и Белоруссии. Гонщики будут бороться за первенство в личном и командном зачете, а самые активные зрители и болельщики получат призы от партнеров соревнования. Не пропустите это событие. Это были все новости. Рублите короткой строкой. Не переключайтесь. К другим темам курицы с ананасами, шницели и мясные рулеты – это новое меню обычного ресторана. Так теперь будут питаться школьники в большинстве нижегородских школ. Специалисты разработали сбалансированное детское меню из 70 номинований, которое не будет повторяться в течение месяца. Ну а это значит, что за 22 учебных дня ежедневно ученики будут пробовать новые блюда. Первым такое меню попробовал глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов. Ну как? Супы и горячие будут готовиться в школе. Ну а вот обучать поваров, разрабатывать новые рецепты меню, подбирать продукты, упаковывать их в вакуум будут в едином центре муниципального заказа. Далее очищенные овощи, фрукты, мясо и выпечку в специальных термоконтейнерах развезут по школам. Также в Нижнем Новгороде продолжается внедрение системы шведского стола для старшеклассников. В девяти школах уже введена такая программа, как шведский стол. То есть старшеклассник может себе заказать то, что он хочет купить, то, что он хочет набрать. Карты, которые у них, которые не расплачиваются, это тоже удобно. Новое меню с первого сентября появится в 86% нижегородских школах, там, где продукты поставляют единый центр муниципального заказа. Остальные 14% пока пользуются услугами других поставщиков. Ну а мы продолжаем. День воздушного флота России отметили сегодня в Нижегородской области. Для нижегородских авиастроителей профессиональный праздник в этом году стал особенно приятным. В производстве ИЛ-114, кроме завода «Сокол», будут задействованы все нижегородские авиастроительные предприятия. Гидромаш, теплообменник, конструкторское бюро полета и другие. Я напомню, в конце прошлого года Валерий Шансов добился размещения одного из крупнейших импортозамещающих проектов в современной России в Нижегородской области. Сотрудники авиастроительных предприятий уверены в объеме заказов на ближайшие несколько лет. Губернатор Валерий Шансов смог отстоять интересы нижегородской авиастроительной отрасли, добившись организации серийного производства ИЛ-114 именно в нашем регионе. Безусловно, завод один из самых известных у нас в стране, среди всех авиационных предприятий. И с очень богатой историей. Во-вторых, глубокой модернизацией предприятия. В-третьих, сохранение кадрового состава. В-четвертых, то, что мы сегодня можем подготовить фактически любое количество самых современных специалистов. Я имею в виду наши ресурсные центры, которых мы создали в Нижегородской области достаточно много. И они обеспечивают самое современное производство по любым профессиям, по любым направлениям. Федеральные эксперты признали Нижегородскую область лучшим местом для размещения производства ИЛ-114 из-за эффективности региональной программы поддержки промышленности и уникального для России кадрового ресурса. Напомним, что серийное производство самолетов в Нижнем планируется начать в 2020-2021 годах. Ну и далее новости от наших партнеров. Мы прервемся ненадолго. И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. На федеральной трассе М-7 рядом с Нижним Ногородом произошла серьезная авария. Лоб в лоб столкнулись сразу три машины. Безлимит на поездки нижегородцам стали доступны новые проездные. Селфи с любимыми, снимки из самых необычных мест, фото, на которых запечатлены яркие и не всегда позитивные мгновения. Сегодня всемирный праздник, который сейчас уже может отметить каждый день фотография. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Расплати сели страдай. Коллекторы названивали нижегородцы и требовали расплатиться с долгами другого человека. В течение трех месяцев сотрудники организации «Деньги» сейчас проявляли фантастическую настойчивость, требуя вернуть в долг в размере 19,5 тысяч, даже не убедившись в личности предполагаемого должника. Все попытки пострадавшего объяснить звонившим их ошибку не увенчались успехом. Тогда он отправился в прокуратуру. В результате проверки слуги закона возбудили дело об административном правонарушении, а также вынесли два представления микрофинансовой организации об устранении нарушений и привлечении виновных лиц в дисциплинарной ответственности. Кстати, такое нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Ну а криминальную хронику в нашем эфире продолжит рубрика «Место происшествия». На федеральной трассе М7 рядом с Нижним Новгородом произошла серьезная авария. Лоб в лоб столкнулись сразу три машины – «Лада», «Волга» и «Внедорожник». По предварительной информации, авария произошла из-за невнимательности одного из водителей. Машины после случившегося восстановлению не подлежат. Пострадавшие были срочно доставлены в ближайшую больницу. В одном из магазинов Нижнего Новгорода произошла странная кража. Вором оказался не один человек, а целая семья, причем многодетная. На записи отчетливо видно, как мужчина в белой футболке, видимо, глава семейства, перебирает продукты на одно из полок, а потом совершенно спокойно засовывает под рубашку рыбу в герметичной упаковке. После этого они еще ходят некоторое время по магазину, после чего проходят на кассу, оплачивают то, что лежало в корзине и спокойно уходят. Пропажу сотрудники магазина заметили только после случившегося, просматривая записи с камер наблюдения. Видео продавцы передали полицейским. Не рассчитав скорость и зацепил, две иномарки при прохождении Сормовского поворота не поделили дорогу. Опель явно не был готов к тому, что его сосед будет поворачивать и задел его крылом. Машину чуть качнуло в сторону, но водителю удалось справиться с управлением. Чем закончилась история неизвестна, видео обрывается на моменте, когда пострадавший останавливается на обочине. К другим темам в маршрутках Нижнего Новгорода введут безлимитные проездные. Они начнут действовать с начала сентября. Об это и других финансовых новостях расскажем далее. Спонсор показа «Финансовые новости» – кредитный потребительский кооператив «Центральный сберегательный». Стоимость проездного покрывает 45 поездок. С учетом того, что пассажиры могут воспользоваться проездным неограниченное количество раз в течение календарного месяца, предложения для нижегородцев выгодные. Пока новые пластиковые карты будут действовать только на шести маршрутах. Приобрести их можно у водителей маршруток 77, 72, 41, 47, 37 и 31. Стоимость такого проездного – 900 рублей. Дополнительные меры защиты дольщиков начнут действовать в Нижегородской области. В числе изменений предусмотрено создание единого реестра застройщиков и обязанность введения сайта с полной информацией о ходе строительства каждого объекта. Теперь привлекать средства дольщиков смогут только те застройщики, уставной капитал которых полностью оплачен. Поправки в закон вступят в силу уже в следующем году. По данным Центробанка, курс доллара США составляет 63,94 рубля, евро – 72,46 рубля, цена за баррель нефти марки «Брэнд» – 50 долларов 72 цента. Мы продолжаем моменты, места, лица и события, которые не исчезнут годами. Сегодня во всем мире отмечают День фотографии. Этот добрый праздник касается каждого, а не только фотографов и их моделей. Все мы пользуемся фотоаппаратами и щелкаем что-то на память, а в любом доме найдется фотоальбом с любимыми снимками. Самому первому в истории кадру в этом году 190 лет. Он был черно-белым и нечетким. Техника с тех пор давно и далеко шагнула вперед, как, в общем-то, и сами снимки. Екатерина Вологина собрала самые интересные образы. Этот дом 19 века на Большой Покровской увешан современными вывесками. Ровно напротив, самое популярное среди туристов место для фотографий. На нескольких этажах особняка по-прежнему дом фотографии. Место знаковое для города. Здесь работали всемирно известные фотографы Андрей Карелин и Максим Дмитриев. У Карелина, безусловно, можно поучиться, поскольку он был мастером света, мастером композиции, света и тени. То есть у него нет ни одного непроработанного уголка. Допустим, у Карелина это чистая архитектура, чистые здания мы видим. А Дмитриева интересовала уже публицистикой. Интересовали люди, жанры, какие-то происходящие события. Там мы видим, если это здание, то на фоне его может происходить открытие, допустим, Нижегородской ярмарки. Образ нижнего рубежа веков – самые значимые события. Вот карелинский портрет герцога Эдинбургского. В нем все мастерство фотографа. Лицо у окна не засвечено, ноги с размерной туловищем. А это горький за работой, так, как его увидел Дмитриев. По фотографиям из прошлого можно представить, каким был город. На ярмарке, кажется, всегда кипела жизнь. Нижегородцы любовались речными видами. А на площади Менина стоял собор. Да и сам процесс съемки тогда был как приключение. Грузили все это на специальную рессорную тележку, которая была у Максима Петровича Дмитриева. И отправлялись в путешествие на съемки. Делали все очень качественно, на добро, но с душой относились. Меха взяты, вот как бы это от русской гармоники. Здесь и рисовая диафрагма, когда вставлялся объектив. И рассчитана была эта фотокамера на негативы стеклянные 45 на 55 сантиметров. То есть вот эта кассета, внутри находился негативчик. Фотоаппарат сегодня что-то вроде волшебной палочки. Магия в том, что легко можно остановить мгновение. Одна сотая доля секунды, пока щелкает затвор. И вот то, на что обратили внимание, зафиксировано навсегда. Через несколько лет легко вспомнить, какими вы были, чем жил город и какой в этот день была погода. За каждым стоп-кадром есть своя история. То, с чего все начиналось. Доброе, смешное или милое. Великие открытия и безграничные возможности. Волнующие весь мир, личные события и достижения. Кадры, которые скажут больше, чем выпуски новостей. Картинки, которые сделали чей-то день и целую пуху. Победы, которые дались дорогой ценой, но тем радостнее было общее счастье. И нас специально послали в эту экспедицию. Дали открытый лист на раскоп. Сборная города Горького. Ливня Мендиаров, Нижегородского, сейчас Сережа. Потом я иду. Затем Лена. Дальше еще Лена. Вот так вот. А завтра была война. Возможности фотографов сегодня кажутся безграничны. Снимать можно хоть на телефон. Все искусство теперь в правильно выбранном объекте. Никита Овченников смотрит на город сверху. Дело опасное, почти незаконное. Но в какой-то момент даже чиновники покровительствуют. Говорят, хотим увидеть будущий стадион сверху. Съемка с крыши открывает совершенно новый вид на город. Вы таких кадров не сделаете никогда с земли. Потому что у вас проекция города совершенно другая. У вас появляется объем, видение города новое открывается. Вы видите то, чего не увидите с улицы. Например, вот сейчас мы можем видеть почти всю белинку. А мы спустимся вниз, мы будем видеть максимум одну-две остановки, не больше. Что еще? Зайку? Да. Зайку еще. А вот Ксении Райковой напротив, чтобы сделать снимок, приходится присесть. Ее модели – собаки. На весь мир уже прославился Бордер Колли по кличке Ким. Это самая скромная и самая популярная собака. Люди начали смотреть в моем блоге, например, фотографии или ВКонтакте на том же самом, или каких-то фотосайтах. И людей зацепило, и они начали сами уже распространять дальше. Среди самых популярных снимков сегодня – проект «Следуй за мной» Наталья и Мурада Осман. Пойманный однажды момент заставляет больше 400 тысяч людей путешествовать вместе с этой парой. Все творчество рождается спонтанно. Вот так же несколько лет назад наш проект получился совершенно случайно. Это была наша первая совместная поездка с Муриком. Это была Барселона. У Мурада были там съемки, и я к нему присоединилась. И, ну, это случилось, он просто поймал кадр. Сложно представить, как выглядел бы фотоальбом, если бы все фотографии печатались. К примеру, в одном только Инстаграме. Их уже накопилось 30 миллиардов. Екатерина Вологина, Никита Лепехин, Служба новостей и город. Ну, а сегодня православные верующие отмечают большой праздник – преображение Господне. К этому дню обычно поспевают яблоки. Урожай приносят в церковь, чтобы осветить и смело съесть. Отсюда и второе название праздника – яблочный спас. Его приближение ощущают садоводы. В этом году яблок так много, что хватит на всех. Яблони – самые популярные и любимые плодовые деревья россиян. В среднем нижегородцы съедают полтора яблока в день. По данным Росстата, в прошлом году все семечковые культуры, включая яблони и груши, занимали больше 250 тысяч гектаров насаждений. А сбор урожая тогда составил больше полутора тысяч тонн по всей стране. В день яблочного спаса после службы в церкви обычно запекали яблоки, готовили пироги или блины с яблоками, угощали ими неимущих и всех желающих. Яблоки, если верить исследованиям специалистов, содержат множество витаминов, например, А, Б, С, Е и К и микроэлементов. В зеленых фруктах с кислинкой содержится больше аскорбиновой кислоты, зато красные яблоки богаты пектином и сахарами. Фрукты укрепляют иммунитет и способствуют аппетиту. По неофициальному народному календарю яблочный спас еще знаменует приход осени. С 19 августа ночи становится холоднее, а значит, вслед за яблоками пора собирать и остальной урожай. Ну и далее наш эфир продолжит рубрика «Социальные сети» от Артура Кортеса. Иногда нам так важно. Немного сумасшествия в жизни. А кто-то этим конкретно живет. Объявляю вас мужем и женой. Да, друзья, это церемония бракосочетания пастафрианцев. Заявил, что верит в летающего монстра спагетти. Я могу иногда приукрашивать, но обращаясь к людям, которые не в теме, пастафрианцы реально существуют. А что об этом думает известная альфа-самка Юлия Печорская? Заниматься ерундой называется. А если разобраться, это же круто. Главная суть это радоваться и есть макароны. У нас каждый второй, короче, пастафрианец. Всем дуршлаг, товарищи. Кушай небо, время есть. Любовь, макароны, помидоры, огурцы. Я тебя люблю, а ты... Вот помню, ржали раньше над бедным котом. Саня, открой. А теперь появился чувак, который аналогично просился домой. Вернее, надо вот так. Саня, открой. Саня. Понятно, что тачку жалко, но я извиняюсь. Какого? У них что-то не в порядке с головой. На стырности этого водителя можно только позавидовать, конечно. И вот почему у них целеустремленность проявляется только так. А вот это науке еще неизвестно. Кто сказал, что бесполезно биться головой? Головой обстеленный хлоп. Рубрика показалась. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. Что будет, если сделать совместное фото с обычной курицей? Да не, реальной курицей. Так, стоп, еще раз. Ммм, за ракурс пятера, конечно, но что-то мне кажется, этот фейс мне теперь в страшных снах снится будет. И ты словно мокрая курица. Поговори со мной, поговори со мной, Сири. Сири, угадай что? Вы нашли ключ от квартиры, где деньги лежат? Нет. Что ж? Нет, так нет. Угадай, кого мне не хватает, кто управляет моими снами? Это была рубрика «Социальные сети». Меня зовут Артур Кортес, и я наблюдаю за вами. Ну и в конце выпуска о погоде Юлия Карабасова расскажет, какой прогноз нас с вами ожидает завтра. Юлия, тебе слово. Спонсор прогноза погоды – меховая фабрика Елена Фурс. Елена Фурс – лучшие шубы России. По всей видимости, природа должна дать насладиться нам предпоследними летними выходными. Днем синоптики обещают малооблачную погоду – около 27 градусов тепла. Временами может пройти небольшой дождь и грозы, поэтому в это время не забывайте об элементарных правилах безопасности. Вечером также возможны грозы, но по прогнозу будет малооблачно. Температура воздуха составит около 22 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Мы желаем вам хороших выходных, только отличного настроения и до встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова